мы проснулись и начался седьмой день нашего зимнего автопутешествия девочки уже погуляли на улице нереальный мороз всю ночь печка работала не выключаясь небо наконец-то сегодня голубенькая кое-где правда и видны все верхушки близлежащих гор я выйду покажу немножко пока не опять не затянуло все вот там смотрите солнышко гора вот видно самую последнюю горку видно даже сегодня может быть и днем будет солнышко но пока есть солнышко надо поснимать вот я завел с утра двигатель на всякий случай чтобы он прогрелся говорите сколько сосуде подъездом все сейчас будем умываться и пить чай сделал я себе такой бутер с сосиской и с маслом он такой нет я вчера с колбасой дел так что не надо ли да вот такой вот холдог сосиской сделать теперь куша вкусно с утра самое то намазал горчицы специально чтобы не заболеть санта вот так переносит путешествие я вам постоянно под одеялом только выходит пописать покажите все только монет на гулять амония еще скажи я здесь не надо знать обучить давать но они еще мама не заплетала вон видите как раз раз она она степная лисичка раз и все и спряталась так вот у нас степная лисичка прячется в одеял постоянно там живет мы сегодня снова пошли погулять по лесной дороге проверить кормушки где животные обычно кормятся зимой вот снега насыпало вообще по колено уже лучше он валяется снегу сегодня даже выглядывать иногда солнышко и есть даже вот такие синенькие места между между облачков снегу вообще очень много вся дорогу вот можно можно посмотреться дорога засыпана сегодня здесь какая-то машина большая проехала 1 2 видимо вот эту колею сделала мы по ней гуляем сейчас поднимемся туда к той горе и там между эти гор между этими горочками там есть кормушки которые я снимал два дня назад и посмотрим может быть косульки пришли покушать в этот раз даже алан с нами пошел он не стал купаться в источнике говорит да ну этот источник пойду я лучше с мамой с папой да и саня решила погулять и даже не холодно что-то продана в бухтожурках свитере и куртки о смотрите смотрите косули бегает между деревьев ей наверное не выйти она зашла на какую-то территорию территория огорожена забором смотрите сеткой моня санта давайте поможем косульки бедной косульки выйти из этой трудной ситуации сейчас мы и поможем выбраться где же в этом заборе дыра как же она туда попала сейчас мы посмотрим а вот там с той стороны есть дыра сейчас мы туда сгоним все вышло теперь будет знать как ходить дам где не надо он шерсть осталась косульки на пойду маньки дам понюхать огорожено забором то ли бункер и то ли черт его знает и вот там тоже что это такое непонятно какие-то сооружение и вот это косуля она каким-то образом залезла туда и не могла выйти а мы ее оттуда выгнали косуль косуля это косуля косуля не надо есть ее девочки блин она так рядом со мной было наверно в трех метров здесь уже недалеко осталось для кормушек посмотрим есть там следы или нет конечно мы так орем что уже все звери наверное услышали нас пять раз уже разбежались от наших криков нора чует куда пошла косуля и стоит нюхает сюда пошла да ах это косуля как они так по горам лазит следов много косули приходили буквально сегодня утром приходили кушать потому что вокруг кормушки все следах а вот та третья гора ну или высокая самая гора который прошлый раз не было видно потому что был шел был туманчик и шел снег я эту гору вам показать не мог сейчас вот ее видно сейчас ясная погода и гору хорошо видать такая вот гора еще одна здесь снежная уже вся ой маняша прибежала маняши мой маняши привет маняша привет косулю ищешь да да все вы и распотрошили уже все там еще одна кормушка в той стороне давайте побудем с вами на месте косули посмотрим как они ходят до косули здесь пробираются по колено глубоко здесь она вот они здесь вот а здесь питье даже было или здесь коку какой-то корм мы наверно так орали что все косули услышали нас за километр и все убежали потому что следы он есть и косуль нету да или они спрят или они спрятались там за это за кормушку до спрятались сезон охоты спрятались и стоят смотрит наблюдает за нами сейчас мы идем они опять будет начать резвиться ушли за все слава богу ушли эти люди вонючие да для них мы вонючие наши вы воняем но я вчера мылся это ты уже тут дня три не моешься никуда да ну как те гулянка в этом лесу классно к сгудем видел какая на серенькой как олененок бэмби бэмби не прошло и три дня как мама соизволила присоединиться к нам салоном и поплавать в этом горячем источнике набрали минеральной воды из-за скотчника да классно и не холодно да вообще да и надо же так круглый год свечет вода это да из-за земли под давлением да и не кончается да и не кончается дяденька пошел в речку купаться в холодную воду ужас смотрите горная речка да он купается только в теплой воде ну как классно ну вот и сиди здесь ладно я попер туда давай всем привет сегодня я вам покажу айсбаки челлендж только у меня ведра что-то нет поэтому начинаем одна уже наплавалась ну как тепло холодно это кто там идет это кто там беги давай беги а нечего по два часа сидеть в этом блин в проруби я закладываю убежать если наоборот после минеральной воды должен быть энергичен бодр знаю я когда бегу здесь оттуда мне очень энергично вот так вот мне в куртке тепле я стоял мерз на берегу 2 часа ждала пока они там накупаются а теперь он пускай мерзнет расскажу сейчас немного что вчера произошло здесь у меня с мотором ремни не могли прокрутить генератор потому что генератор попала вода и он замерз печка была переключена на подачу воздуха из улицы и когда машине очень жарко очень тепло горячий воздух через печку выходил вот в это место выходил отсюда а здесь свою очередь шел очень сильный снегопад и снежинки залетали от эти вот дырки вот и там соответственно они сразу таяли сейчас я вам покажу все сами сейчас минус 12 на улице как-никак за того что здесь вот плохой уплотнитель то есть вода лилась отсюда и проливалась вот сюда на двигатель отсюда протекала и попадала на двигатель и на двигателя вода застывала и получалось что все весь двигатель обледенел у стекла очень большая теплоотдача на стекло значит попадает снег и на стекле он тает и течет также сюда все внутрь вот вот это забивается льдом и все я значит сделал что закрыл эти откуда подается воздух переклик переключил печку на подачу воздуха из салона вот ну и закрыл оба стекло такой штукой как ламинатная подложка купили строительном магазине целый рулон вырезали из него кусок здесь загнул прижал дверью вот так и здесь также прижал дверью здесь загнул и все теперь на двигатель ничего не попадает стекло не отдает тепло то есть машине сразу стало теплее ну и и тепло не уходит из машины через печку сколько лет у меня машины не знаю столько зимой я ездил никак никогда никаких проблем не было пока вот не поехал в этом году в это зимнее путешествие то есть видимо я никогда так сильно машины не нагревал чтобы все начинало таять есть стекать под капот и поэтому мы вообще не ожидали то есть когда я с утра сел за руль и попытался завести двигатель а у меня сказал и все он даже не смог покрутить двигатель потому что все ремни все было за но во льду потом когда я уже оттопил все эти ремни мы взяли генератор взяли фен для волос оттопили все ремни я сходил на горячий источник взял воды горячий полил все это дело все это дело все это пролили все растаяло начал заводить генератор стоит болеет пока этот генератор оттопили пока туда-сюда то есть еще но короче промучились два часа и только после этого у нас все нормально машина завелась и мы короче поехали а так вот представить я никогда я сколько вот пользуюсь машинами я никогда не ожидал что такое может произойти вообще если вы куда-то поедете в зимний отпуск где будет подразумеваться начиная у вас такая зимняя стоянка обязательно сделать такую штуку тогда вас не будет никаких проблем никаких и стекло не будет у вас замерзать и под капотом будет все чистенько не будет никакого льда вот ну кто бы мог подумать что попадая сюда снежинки вот сюда вот снежинки попадая могут растаять и капать на двигатель и двигатель просто как образ с таким льдом что как будто это сплошная сосулька но кто бы мог подумать я не мог подумать печка уже работает не выключаясь пять дней она работает и работает и работает иногда завожу двигатели видите в районе трубы все расставишь этот я иногда двигатель завожу просто сейчас еще пойдем посмотрим сколько топлива осталось в баке вчера заливал полный бак и вот столько чуть больше половины здесь топлива за сутки печка съедает где-то литра 4 вот так такой расход печки топлива печки примерно за сутки печка съедает где-то 4 литра топлива маняша сегодня на улице накулялась и спит без задних лап она устроилась там где дует печка на вещах на своих на варежках на всяких там и ничего и не мешает здесь у нас выход печки находятся вот здесь дует горячий воздух всем доброе утро начался восьмой день нашего зимнего автопутешествия и я всех приветствую на нашем канале мы из эстонии ланчик спит собачки уже не спят они уже погуляли вот как маленькие так и большие вот на градусники сейчас покажу вам сколько 18 градусов в машине печка работает на двоечке маленькие собачки еще не кушали они ждут маму сейчас мама придет и будет их кормить мы когда были в польше покупали всякие напитки всякие соки всякие нектары и вот один из таких нектаров мы купили банановый нектар сейчас я взболтаю перемешаю и попробую попробую этот нектар кто-нибудь из вас пил когда-нибудь банановый сок стоит такая бутылочка примерно 50 центов польше покупали мы в магазине lidl если не изменяет память наливаем сок имеет цвет детской неожиданности на вкус на вкус он ничего не имеет общего с бананами странно вообще вообще на банановый вкус не похож он такой смотрите он такой густой собачки ждут маму они и всячески высматривают сам тоже кого-то там увидела мама что ли кто-то мама вот она мама косули были закрывать санта дождалась маму все пошло прятаться под одеяло да можно это я сок пробу хочешь попробовать нет и попробуй вот чем отдает мне он бананом не отдает да точно он отдает сушеными бананами точно-точно вяленые которые раньше продавались в коробочках вот советское время да вот он да 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 я я не мог просто вкус вспомнить что же я говорю рябины наверное или смородиной думаю чем-то вот туда ним не воняет а вспомнить никак не могу